Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесёт. Добрый день, уважаемые друзья. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи «Как быть здоровым». Тема здоровья, согласитесь, всегда актуальна, особенно для россиян. Судите сами. Средняя продолжительность жизни в России в 2020 году составила 72,4 года. По этому показателю Россия, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, находится на 96-м месте в мире, отставая от развитых стран Европы более чем на 10 лет. Специалисты посчитали, что увеличение средней продолжительности жизни в один год ведут за собой увеличение расходов на систему здравоохранения на 15%. В 2020 году бюджетные расходы России на здравоохранение увеличились на 30,3% по сравнению с 2019 годом и составили 4,94 трлн рублей или 4,1% от ВВП. При таком росте финансирования продолжительность жизни должна бы была составить более 74 лет, но это не произошло, в том числе из-за разразившейся пандемии. Очевидно, что одной накачкой денег за систему здравоохранения вопрос о здоровье не решается. Многое зависит от профилактики заболеваний. Поговорим сегодня о том, что в отношении своего здоровья может предпринять сам человек. Гостями студии являются профессиональные врачи из разных сфер медицины. Это врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением эндокринологии больницы номер 7 Ольга Сергеевна Илсукова. И врач-невролог, иглорефлексотерапевт и реабилитолог медицинского центра СОВЕРМЕД Сергей Николаевич Шипицын. У меня будет вопрос, который я адресую, наверное, сначала к Ольге Сергеевне. Вот чтобы говорить о том, как быть здоровым, наверное, надо понять, а что такое здоровье вообще? То есть к какому состоянию нашего организма мы должны стремиться? Поэтому давайте для начала разберёмся, что же такое здоровье и кто может считать себя здоровым. Вот здоровый человек – это тот, кто годен, ну, скажем, для полётов в космос? Или если человек способен сам себя обслуживать, то он уже здоров? Ольга Сергеевна. Добрый день, друзья. Действительно вопрос об оборуделении здоровья, он крайне обсуждаемый, потому что ещё и Всемирная организация здравоохранения сказала о том, что здоровье – это не просто отсутствие болезней, а это состояние полного физического, психического, соматического и в том числе социального благополучия человека. И то же самое, как человек себя ощущает в этом состоянии. Ну, а с точки зрения медицины, конечно, это отсутствие каких-либо патологических процессов и хронических заболеваний в организме человека. Поэтому действительно здоровье – это не только проблема, скажем, здравоохранения, но и проблема, в том числе психологическая, проблема общества и проблема самого человека, как он себя воспринимает. Ну, вы очень интересно заметили, что в том числе и социальное здоровье. То есть получается так, какой-нибудь бомж, который физически здоров, он, получается, по такому определению всё-таки больной? Получается, что социально – да. Но с точки зрения медицины, если мы ему измерим показатели пульса, артериального давления, температуры тела, они могут быть абсолютно нормальные. Очень любопытно. Сергей Николаевич, ваша точка зрения на здоровье, что всё-таки, кого можно назвать здоровым человеком? Добрый день, уважаемые друзья. Ну, я скажу так, философски. Здоровье – это ещё не всё, но всё без здоровья – ничто. Слова принадлежат Сократу, но он так объяснил это понятие. Не буду уж повторяться и перефразировать определение здоровья, но с классическим определением нельзя не согласиться, что это действительно состояние благополучия и физического, и социального, и эмоционального. Единственное, чтобы нашим слушателям было понятно, я бы хотел, как я себе представляю это, расшифровать, как я вижу себе здорового человека. Ну, физически здоров, тут можно так представить, то есть человек имеет относительно здоровую генетику, но кроме того, мы знаем, что немалая часть здоровья определяется образом жизни. То есть материально-бытовые условия, питание, климатические факторы, привычки, которые могут быть как вредные, так и полезные. То есть всё это определяет физическое состояние. Кроме того, можно говорить об эмоциональном здоровье. То есть это то, как человек взаимодействует с окружающими, насколько гармонично взаимодействует. Уверенность, хорошее чувство юмора. То есть человек излучает положительные эмоции, и гармонично взаимодействуя, эффективно решает те или иные вопросы в коллективе, в семье. Можно выделить ментальное здоровье, когда человек ставит перед собой цель и решает те или иные вопросы, познаёт мир, развивается профессионально. Это тоже, значит, можно отнести к здоровью, поскольку все эти сферы эмоциональные, физические, ментальные, они взаимосвязаны. Познавательная деятельность, профессия, конечно, будут кормить человека и обеспечивать хорошие материально-бытовые условия. Эмоционально, если человек конфликтный, он вступает в те или иные споры с членами его рабочего коллектива и получает стресс, он тоже здоровым не будет. Но отдельно можно выделить также и нравственно-духовное здоровье, то есть это честь, совесть, любовь к людям, к отечеству, отличить правильное от неправильного, плохое от хорошего. То есть вот все эти сферы, можно в этих всех сферах представить здорового человека. Интересно, что врачи и так рассуждают больше не о материальном, не о теле, а об эмоциях, о духовном. Для меня, честно говоря, это неожиданно было. Пойдемте дальше. Согласитесь, что сегодня в интернете можно найти любую информацию о том, как лечить болезни. А аптеки продают лекарства 24 часа в сутки без выходных. Тем не менее, люди продолжают болеть и страдать. А вирусы, как мы убедились, последний год уносят миллионы человеческих жизней. По данным Росстата, смертность России в 2020 году выросла на 18%, или на 323 800 человек. Из них только за апрель-декабрь 2020 года 162 249 человек умерло от ковида или осложнений, связанных с этой инфекцией. И мы часто слышим о том, что различные инфекционные заболевания, в том числе и ковид, переносят легче те люди, кто лучше адаптирован к среде обитания или у кого сильнее иммунитет. Слова адаптационной возможности организма и иммунитет, несомненно, слышались все. Но вот что они означают в реальности? Я думаю, что об этом знают немногие. Могли бы вы пояснить нашим слушателям, что это такое и от чего они зависят, Ольга Сергеевна? Ну, действительно, это очень интересная тема. И иногда подмена терминов происходит. Потому что иммунная система – это наша защитная система. И, как известно, всем врачам у нас имеется две системы иммунитета – это клеточный и гуморальный иммунитет. И вот… Пораз нашим слушателям надо пояснить, что такое гуморальный. Объясню. Клеточный иммунитет, но если говорить, вот как мы рассказываем пациентам, что это армия клеток, вот как у нас есть вооружённые силы, которые защищают наш организм. Подходит чужеродный агент, они сразу же его берут в плен, начинают изучать все его слабые и сильные стороны. В конечном итоге его уничтожают на части, разобщая. И после этого готовится более тонко. Снайперы готовятся, которые вырабатывают антитела к этому фактору. И вот это как раз эти антитела, готовые антитела, которые в любой момент готовы вступить в бой, это и есть гуморальный иммунитет. И вот если мы будем говорить о повышении иммунной реакции при помощи различных лекарств, адаптогенов, то вот здесь как раз идёт повышение уровня активности клеток, то есть не специфического иммунитета, способности организма человека распознать врага и, соответственно, выработать к нему иммунитет. И если мы говорим о каких-то препаратах, то единственные препараты, которые доказали свою эффективность, в том числе и в профилактике ковид, ну, если это можно назвать так, не специфической, это интерфероны, которые являются мощнейшими факторами противовирусной защиты. А, соответственно, витамины, микроэлементы, да, при дефиците витаминов микроэлементов будет у пациента проблема с иммунитетом, с иммунной реакцией, но если дефицита витаминов нет, и литрами летите витамины, то мы можем получить и проблемы с почками, мы можем получить проблемы с другими органами и системами, которые, например, страдают от передозировки этого же железа, например, витамина С. Поэтому здесь, конечно, всё должно происходить по назначению врача. Ольга Сергеевна очень так подробно об иммунитете сказала, но про адаптацию она не упомянула. А адаптация, по сути дела, это и есть. Давайте мы, Сергей Николаевич, переадресуем тогда этот вопрос об адаптации. Адаптация, да, могу вам рассказать, поскольку, напомню, моя специализация рефлексотерапия, и так сложилось, что рефлексотерапевт старается наиболее, так скажем, системно оценить состояние человека, то есть оценить его физическое состояние, состояние всех систем и органов, психоэмоциональное состояние, и создать некий образ этого организма. Поэтому адаптация – это способность эффективно функционировать и приспосабливаться, адаптироваться к условиям окружающей среды. Ну, чтобы ещё было более понятно, это способность выживать в условиях окружающей среды, потому что ведь мы выживаем не только в соответствии с климатическими, природными факторами, но в том числе и социальными. То есть огромное количество стрессов, техногенных факторов, гаджетов у всех очень много, то есть постоянно оно снижает наши адаптационные ресурсы. То есть способность устойчиво жить, выживать, развиваться и является тем-тем так называемым адаптационным потенциалом. И поскольку специалисту очень сложно в короткий промежуток времени эту информацию у человека выспросить, я использую аппаратные компьютерные комплексы, которые позволяют мне эти адаптивные ресурсы и возможности в организме зафиксировать. То есть это достаточно сложная компьютерная программа, которая фиксирует функциональное состояние всех органов системы организма, позвоночника, психоэмоциональной сферы. Очень интересно, что около 40% всех просмотренных людей, а это всего я посмотрел, может быть, за 15 лет около 3000 пациентов, у них на самом деле очень низкий адаптационный ресурс. То есть эти люди живут, конечно, но запаса прочности в организме практически нет. И их можно сразу отнести в группу риска не только по ковиду, но по большинству инфекционных заболеваний, по каким-то стрессогенным ситуациям. То есть, представляете, конкретно с неудовлетворительным состоянием процентов 20. И в рискоопасной группе, которая еще хуже, чем неудовлетворительная, еще 20 процентов. То есть огромная армия людей, и нас с вами, по сути, находятся вот за этой чертой. Удовлетворительное состояние, ну так вот, на троечку, еще процентов 40. И только 20 процентов – это люди с хорошим и отличным потенциалом. Представляете, как мало. То есть тут мы можем говорить, да, что у этих людей не специфический иммунитет, который, собственно, работает против всех, не только против ковида. То есть это слизистые оболочки, это работа ЖКТ, там, желудочный сок, там, желчь, которая нейтрализует теленные бактерии, это лизоцин, интерферон, то есть эндогенный интерферон, не который ему дали в каплях, да, который он вырабатывает сам. Они работают на высоком уровне. И такие люди будут, на самом деле, менее уязвимы. Даже если заболеют, то легко перенесут заболевание, либо совсем не заболеют. В общем, вот так вот. Я это себе представляю. Вы уже нам расскажете сегодня, как можно будет увеличить иммунитет, адаптационные способности организма, но чуть позже. А сейчас у меня еще есть вопрос, который, честно говоря, меня волнует. Вот могут ли адаптация и усиление иммунитета заменить собой прививки, в частности, вакцинацию против ковида? Я знаю, что Ольга Сергеевна горячий сторонник вакцинации. Сергей Николаевич, он очень осторожен в отношении прививок, делать их не спешит. Вот может каждый пояснить свою позицию? А может быть, даже Сергей Николаевич начнет в этот раз. Да, хорошо. Ну, смотрите, конечно, я уж не голосую двумя руками против вакцинации. Дело в том, что это ведь вынужденные экстренные меры. Надо понимать, что вакцинация дает быстрое формирование иммунной прослойки людей, которые будут либо невосприимчивы, либо маловосприимчивы к конкретной инфекции, которую мы называем ковид. То есть да, оно так, тут сложно поспорить, но надо ведь понимать, что тоже до абсурда не надо это доводить. То есть можно провакцинироваться от ковида, активироваться еще какой-нибудь микробный агент, мы снова от него начинаем вакцинироваться, потом ревакцинироваться, потом третий. То есть никто не дает гарантии, что это, ну, мы не зайдем в тупик. То есть против природы, что называется, очень сложно будет, а может быть и не природы, может это, никто не знает, откуда они вообще взялись, может лабораторные агенты. Очень сложно будет бороться. И мы не будем успевать просто-напросто вырабатывать вакцины от всех этих агентов. То есть, каким образом мы это будем решать? Естественно, что я и говорю, что... Нет, но вы говорите про будущее. Будем, будем, будем. Давайте мы не будем трогать будущее, а остановимся на настоящем моменте. Вы что имеете против вакцинации в настоящий момент? Я говорю, что это не должно быть единственной мерой по ограждению людей от инфекции ковида. Хорошо, а какие еще меры могут быть? Как раз и меры по повышению так называемого неспецифического иммунитета. То есть, активация тех барьеров, которые... Все равно же агент заходит через эти барьеры. Просто у кого-то он проходит дальше, да, и уже вызывает активацию специфического иммунитета, который имеет память, да, и в дальнейшем вырабатываются антитела. Но против конкретного агента. Но против других-то они не вырабатываются. Агент — это вирус. Ну, вирус, да. Вирус, бактерия, какой-то микроорганизм. То есть, в данном случае укрепление неспецифического иммунитета, оно, конечно, во-первых, поможет специфическому иммунитету, и те, кто не привились, они, по крайней мере, будут себя более уверенно чувствовать. А те, кто привился, во-первых, легче перенесут эту вакцину, а во-вторых, это поможет не заболеть другими вирусами и бактериями. — Прекрасно. Ольга Сергеевна, ваш контраргумент за вакцинацию. Ну, я хочу напомнить о том, что история знает очень много инфекций, которые человечество победило при помощи вакцинации. То есть, не зря есть национальный календарь вакцинации, когда мы знаем, что серьёзный, например, вирус паратита, который определённо очень опасен для мальчиков. Да, если мальчик заболеет паратитом, то это грозит бесплодием. То в такой ситуации, наверное, мы не задумываемся делать или не делать вакцину ребёнку. И вот я не зря начала долгий рассказ по поводу клеточного и гуморального иммунитета. Я просто хочу сказать то, что когда мы вакцинируемся, мы просто более быстро преодолеваем дорогу. Это долгий путь от знакомства с инфекцией до её распознания и до наработки иммуноглобулинов G, вот этих вот защитников в среднем. Если это естественный инфекционный процесс, то проходит не меньше двух недель. И вот здесь, в частности, то, что касается коронавирусной инфекции, ряд других инфекций. Если вирус попадает в клетку и у человека есть какие-то особенности иммунной системы, то вместо того, чтобы клетка спокойно усохла и погибла, заражённая вирусом, она начинает взрываться клетками иммунной системы. То есть происходит некроз клетки с выходом эндотоксинов клетки, с выходом аутоантигенов. И вот здесь высок риск при массивном заражении аутоиммунных процессов. И вот сейчас, когда мы говорим о том, что невакцинированный пациент, он себя подвергает риску того, что если он заразится и заразится высоко вот этим активным вирусом, то он пройдёт сам эту дорогу 2-3 недели неспецифической иммунной реакции, в которой как раз и развиваются вот эти вот проблемы с пневмонией, с цитокиновым штормом, с тромбоэмболическими осложнениями. То есть риск у невакцинированного пациента, проходя этот долгий путь, он выше, чем у пациента, который вакцинирован. То есть при помощи вакцинации мы сокращаем путь. И если заболевает вакцинированный пациент, а, к сожалению, такое встречается, то у него параллельно с клетками ещё и уже включаются антитела. Что делают антитела? Они просто обволакивают этот вирус, они его блокируют, и вирус не может попасть в клетку. И таким образом, да, человек может заболеть, но вот эта гибель здоровых клеток, вот эта вот агрессия и распространённость процесса, она будет меньше. Эти основные проблемы, насколько я понимаю, я вот тоже с таким сомнением так постоянно слежу за новостями, которые говорят, так сказать, о победной шествии вакцинации. Основная проблема, что люди-то, в общем-то, не очень-то доверяют тем вакцинам, которые у нас в России созданы. И оно не беспочвенное, вот эти недоверия, потому что мы знаем уже про эпиват-корону, что, собственно говоря, вакцина, которая с недоказанной вообще эффективностью. Некоторые считают, что она вообще бесполезна даже, да, и её в основном, так сказать, проталкивает за счёт того, что глава Роспотребнадзора там числится в её создателях. То есть сразу возникает вопрос о коррупционагенном таком факторе создания этих вакцин, где гарантия, что и остальные вакцины, ну, у нас четыре, по-моему, сейчас зарегистрированы, носят какой-то положительный момент. Я, чтобы далеко не ходить, хочу сказать, вот моя знакомая прямо сейчас лежит в больнице с ковидом, с поражением лёгких более 60%. Вместе с ней в палате ещё пять человек, то всего шестеро женщины. Все были вакцинированы. Все были вакцинированы, причём были вакцинированы вторая прививку, сделали ещё, по-моему, не все сделали две прививки, но кто сделал, там вообще в мае было сделано. Вторая прививка. И, тем не менее, вот такой результат. Вот как? Значит, насколько я знаю, все были спутником вакцинированы. Это, знаете, вот одно дело, что нам с экранов в телевидении вещают, и другое дело, это не чужий человек, это знакомый. То есть, ну, вот после этого задумаешься. А сколько дней она болеет? Ну, где-то порядка двух недель. Две недели? Но она живая? Да. Это очень хорошо. Потому что сейчас тот вирус, который у нас есть, вот этот мутировавший вирус, ну, статистики у нас нет, как таковой. Мы же знаем, что статистика, она активно в этом плане не ведётся. Но пациенты не вакцинированы, у них этот процесс, он происходит быстрее. Может быть, её бы уже сейчас и не было в живых. То есть, благодаря тому, что у неё есть ещё гуморальный иммунитет. Вопрос ещё в другом, что вирус специфическая должна быть вакцина. То есть, мы же понимаем, что если вирус мутировал, то мы не можем ждать стопроцентного иммунного ответа на именно этот вирус. Это понятно. Я здесь, наверное, больше о том, что вот с экранов телевидения нам говорят, что там 0,7% заболеваемости после прививки. Мне кажется, это опять-таки от лукавого, что гораздо выше статистика заболеваемости, чем нам показывают. Сергей Николаевич, вы хотели возразить что-то? Вот я хотел своё мнение сказать, то есть, дело-то не только в вакцинах. Мы же, скажем так, прогнозируем ситуацию, когда ожидаем, что вакцина попадёт в относительно здоровый организм. Тогда будет адекватная реакция иммунитета и выработка нужного пола антител в ответ на эту вакцину. Но, как я вам уже говорил, что очень много людей как раз с низкой адаптацией, то есть, у них организм-то реагирует не как мы ожидаем, он реагирует ниже своих возможностей. Поэтому выработка этих антител, она происходит либо в недостаточном количестве, либо не тех. И поэтому уже иммуноответ на реальный вирус, он и происходит таким вот смазанным. Так что этим, возможно, объясняется и повторное, скажем так, заражение коронавирусом. То, что ослабленный организм, он в ответ на, сталкиваясь с заболеванием, не реагирует адекватно. Поэтому мы опять возвращаемся к теме повышения ресурсов организма. Хорошо, давайте мы тогда к этой теме перейдём. Вот, Ольга Сергеевна, как можно усилить свой иммунитет и адаптационные возможности организма без каких-то существенных финансовых затрат? Вот можете нашим слушателям дать какие-то простые, универсальные рецепты повышения защитных сил? Очень интересный вопрос. Простые, универсальные рецепты. Я хочу напомнить то, что вот мы с вами говорили про здоровье, и вот то, что вот врачи ничего не делают, вот сидит тут два врача и говорят про психическое здоровье, к примеру. Но даже по данным мировой статистики 55% здоровья человека, я думаю, что со мной вы согласитесь, зависит от образа жизни. То есть это не медицина, а вот на самом деле от самой медицины, от уровня медицинского обеспечения всего 10-15%. 20% — это окружающая среда, и всего 15-20% — это наследственность. То есть действительно, как мы реализуем свою наследственность в условиях окружающей среды. И в принципе все люди, вот с кем я сейчас общаюсь, они эти простые правила знают. Это первое — соблюдение режима дня. То есть это регулярный сон. Сколько мы сейчас видим с вами? Дети, подростки сидят до 5 часов утра, студенты. И что на фоне этого? Действительно снижается адаптационная возможность и иммунный ответ, неспецифический иммунитет. Далее — это рациональное, правильное питание. Это огромное количество фастфуда, которое на самом деле стоит очень дорого, если пересчитать всё это в цену продуктов, которые вкладываются. То есть второе — это рациональное питание. Правильная еда — это овощи. Большое количество овощей. Считается, что не меньше 50% у нас должно быть свежих овощей. Это обязательно белок для того, чтобы мы могли своё тело строить. Ну и, конечно, незаменимая жирная кислота, это которые у нас обязательно нужны для мембран наших клеток. Углеводы не надо, да? Почему? Я говорю клетчатку, углеводы нужны. Они вот именно как раз в овощах, фруктах. Мы не говорим про конфетки, про шоколадки. Это уж там совсем чуть-чуть как-то захочется. Это вкусно. Ну и, конечно, мы понимаем, что это психологическое здоровье. Сколько в стрессе живёт сейчас людей? Конечно, это максимальное, ну, может быть, философское отношение к жизни немножечко по-другому относится к стрессовой ситуации. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что психосоматики тоже очень много, что человек к себе накручивает. А вот всё говорят, алкоголь вреден. Вот на самом деле он так вреден? Или всё-таки немножко-то можно? Потому что известно, что наш организм сам вырабатывает некоторое количество необходимого, так называемого, эндогенного алкоголя. Да, вот представляете, углеводы. Вот мы съели шоколадку, сейчас про которую заговорили, 5% углеводов, которые мы съедаем в организме, идут на синтез моноатомных спиртов в нашей нервной системе, которые, кстати, являются растворителями жиров и которые создают тургор нашей нервной системе. Мы можем думать благодаря вот этому количеству алкоголя. Но есть очень много исследований, в том числе американских медицинских сестёр, где было показано, что умеренное количество алкоголя благоприятно влияет на метаболизм организма и в том числе на профилактику даже сердечно-сосудистых заболеваний. То есть всё-таки можно немножко-то? Немножко можно. Я своим пациентам не запрещаю немножко, но в то же время говорю, что суточную дозу нельзя копить и нельзя её потом один раз в неделю выпить. То есть действительно там было определено, что это порядка 30 грамм крепкого алкоголя и порядка 100-150 грамм сухого полусухого вина. Но вот нельзя копить. Спасибо за ваше разрешение. Сейчас мы уйдём на короткую рекламу, после чего продолжим наш разговор. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума. Палата». Я её ведущий Владимир Сизов. Сегодня мы говорим о здоровье, а именно о том, как его укрепить и оставаться здоровым долгие годы. Гости сегодняшней программы – врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением эндокринологии больницы номер 7 Ольга Сергеевна Елсукова, а также врач-невролог, иглорефлексотерапевт и реабилитолог медицинского центра «Совермет» Сергей Николаевич Шипицын. Мы продолжаем разговор о том, как быть здоровым, адаптация организма и повышение его иммунитета. И вопрос к вам, Сергей Николаевич. Какие вы можете дать советы нашим слушателям для повышения защитных сил, для продления молодости и долголетия? Может быть, что-то из практики восточной медицины, которой вы занимаетесь? Я бы, конечно, с удовольствием вам рассказал про биологически активные точки. Это мощнейший инструмент, который в процессе эволюции подарила нам природа. Ну, условно, можно называть некой прошивкой уживания. Те точки, они действительно находятся на поверхности нашего тела. Это, по большому счёту, входы в наш организм. Это связь кожи с внутренними системами, с центральной нервной системой, с внутренними органами. Это очень эффективная система самооздоровления. Но поскольку у нас передача всё-таки, скажем так, не затрагивает визуальный контакт, мне будет сложно вам показать. Я просто призываю заняться самообразованием и изучать эко-прессуру. Вам на слух назову просто несколько очень уникальных точек, которые вы можете, к примеру, найти в интернете и себе постимулировать. Если у вас будет очень большой интерес, мы, может быть, на самом деле эту тему отдельно разберём потом. Какие точки, как на них воздействовать, как долго, что мы должны ощущать в них, какие-то названия, может, поговорим. Давайте я сегодня вам просто скажу три точки. Это точка Хэ Гу, это точка Цзу Сан Ли и это точка Тай Си. Три точки, они охватывают практически весь организм и очень сильно поднимают ваши адаптационные ресурсы. По одной минутке эти точки парны, они находятся справа и слева. Просто на слух забейте эти названия в интернет и интернет выдаст вам их графическое изображение, где они находятся. Средние силы пальчиком по одной минутке их постимулируете. Вы заметите, что вы стали физически гораздо бодрее, меньше реагируете на раздражающие факторы. Всей красоты я вам не расскажу, просто попробуйте. Нервная система будет стабильнее, лучше спать будете, меньше подвержены инфекционным кем-то агентом. Но, чтобы практически, помимо этого, если кто-то не воспринял на слух эти точки, вот что по свету, каждое утро растирайте ладони рук друг от друга до состояния теплоты. Кисть – это рефлексогенная зона, куда проецируется большинство наших внутренних органов, включая головной мозг. То же самое можно делать со стопами. С утра, чтобы… Почему с утра? Чтобы максимально быстро перевести свой организм в состояние боевой готовности после фазы покоя, после сна и адаптировать организм к будущему дню. Такой же мощной системой обладает ушная раковина. Взяли пальчиками двух рук и помассировали достаточно интенсивно обе ушные раковины, причем все части ушной раковины. Еще раз говорю, все ваши органы, включая мозг, получат стимулы, которые помогут им включиться в работу. Легкими, такими, ударными движениями, так как пальцевыми, вы можете промассировать, простимулировать головной мозг. То есть прямо голову себе пальчиками рук, как такая барабанная дробь, слегка простучите, активируется быстро головной мозг. То есть вот такие несложные рецепты, они на каждый день могут помочь вам просто на самом деле быть более устойчивым к тем или иным факторам. Вот вы иглорефлексотерапевт, вот сейчас рассказываете про биологически активные точки, что можно саму как-то воздействовать, но ведь в иглорефлексотерапии так раз иголочками туда втыкают, иголки, видимо, оказывают какое-то более мощное воздействие. Как это объяснить? Или это без разницы? Суть одна и та же, да. То есть иголка действительно обладает более сильным стимулирующим фактором за счёт интенсивности и глубины проникновения. То есть кому бы вы тогда рекомендовали вот не так постучать себя, поговоря, да, а прийти за ноги к врачу, к специалисту? Я объясню разницу, то есть никакой принципиальной разницы нет. Просто специалист, обладая данными навыками, знаниями, он в рамках сеанса получает уже хороший эффект. У наших слушателей есть гораздо больше времени, чем 20-30 минут сеанса. Они могут делать это каждый день в неограниченном количестве времени. Поэтому эффект будет более медленным, он обязательно догонит. Поэтому дело времени и средства. Если у вас на самом деле заболевание более серьёзное и с ним качество жизни сильно нарушено, вы идёте к специалисту, который вам назначает лечение и сам его выполняет, возможно. Если это профилактика либо хроническое заболевание, вы можете улучшить качество жизни сами. То есть как мы сказали. Можно ещё один несложный совет? Пожалуйста, пожалуйста. Ходите босичком. Очень хороший совет. Почему? Потому что Земля — это, собственно, тоже магнит. Оно создаёт магнитное поле. Как ни странно, в некоторых реабилитационных и медицинских центрах есть аппараты общей магнитотерапии. И как ни странно, многие противопоказания, которые мы имеем на других процедурах, там отсутствуют. Вот я заинтересовался, почему оказывается, эти препараты генерируют частоту магнитного поля Земли. 10 герц. Вывод какой? То есть можно, в принципе, каждому из нас, босичком, ну, конечно, по относительно знакомой местности, чтобы не наступить куда-либо. Лучше-то там лесочек, походить. А вы вот такой личный вопрос. Вот вы многодетный папа, я знаю, да? Четверо детей. Вы своим детям какие иголки ставите вообще? Я им ставлю, когда есть необходимость, когда ребенок заболевает. А вот ежедневные процедуры, какие вы делаете? Ежедневные. Ходят они у вас без него? Нет, ежедневные не делаю. Но, честно сказать, это меня уберегло от многих хождений к врачам, особенно, когда ребенок идет в садик, когда вот эти ранние этапы, когда ребенок сталкивается, его иммунная система обучается, да, и он начинает там хватать тельные инфекции. Вот тут, конечно, это мне пришло на помощь, и плакали, не плакали, я им ставил, скажу откровенно. Ольга Сергеевна, вы, может быть, что-то еще вспомните, какие-то такие вот простые советы. На самом деле, ведь очень просто. То есть, не обязательно таблетки или лучше все-таки таблетку выпить? Таблетку надо выпить по назначению врача, во-первых, да. А по поводу простых советов, ну, я напоминаю о том, что наши иммунные возможности и адаптационные возможности могут нарушить хронические заболевания, их обострение. Поэтому, как в первую очередь практикующий доктор, я рекомендую, что если что-то случилось, в первую очередь нужно хотя бы сдать анализы. Во-первых, выяснить, есть или нет нарушения углеводного обмена, есть или нет сахарный диабет, патология щитовидной железы, есть или нет заболевания желудочно-кишечного тракта. И если они есть, то тогда пролечить эти хронические заболевания, хотя бы компенсировать, и тогда прекрасно ходить босиком по земле. А вот многие мои знакомые все время призывают похудеть, и в частности, для этого предлагают бегать трусой. Мне так не хочется бегать ни трусой, никак вообще. Ну, походить я еще могу, босиком причем, по траве, а вот бегать не хочется. Вот правда, бег трусой настолько мощное профилактическое средство, как говорят, вообще от всех болезней прямо помогает? Ну, я думаю, что здесь надо было пригласить третьего специалиста, это ортопед, который бы сразу же сказал нет. Почему? Потому что при ожирении, при избыточном весе бег, он вообще противопоказан. Это идет огромный удар по суставам, по суставной сумке, вплоть до травм, разрывов. Поэтому ни в коем случае бегать при большой массе тела нельзя. Здесь действительно лечебная ходьба, и мы знаем с вами прекрасно, у нас лечебная ходьба есть, в том числе с подключением рук, вот с этими спортивными палочками, очень много сейчас у нас пациентов ходит, даже компаниями гуляют по городу, поэтому начинаем всегда с ходьбы. Когда мышцы укрепятся, тогда уже и снизится вес, можно уже тихонечко ускоряться, а сразу с места в карьер, конечно, трогаться нельзя. Понятно. Но у нас не так много времени осталось, и я решил вернуться к тому, с чего вы начали. Когда сказали, что здоровье, это в том числе эмоции, духовность и так далее. Так вот, вы говорите, что самочувствие человека и даже протекание болезни зависит от его эмоционального состояния, от жизнерадостности. Вот насколько это справедливо. Ведь потом, когда человек, не дай бог, конечно, умирает, о нем нередко говорят, что он был жизнерадостным, любил жизнь, как-то вот, на мой взгляд, немножко не сочетается. Мне кажется, и люди болящие, они часто как раз своей жизнерадостностью как-то поддерживают себя. А многих людей знаю, которые так, ну, по жизни стонут, уныние, там, и так далее, а живут до 90, там, и больше лет. Вот, поясните мне эту ситуацию. Я не знаю, Сергей Николаевич, вы, по-моему, начинали с нее. Вот как вы? Объясните это. Своим личным пациентам я замечал, что действительно люди, которые положительно настроены на лечение, которые эмоционально получают эти положительные эмоции, они, как правило, во-первых, доверяют врачу, что всегда усиливает эффект, во-вторых, сами себя настраивают, то есть, и, как правило, выходят все-таки из болезни быстрее и легче. Люди вязкие, которые, как вот тут, как ежик заходит с кабинета, он уже претензии предъявляет, он уже чем-то недоволен, с ним очень сложно вести даже диалог и ему формировать лечение, потому что фактора доверия нет, он уже свои аргументы, что там лечился не помогло, здесь лечился не помогло, все плохо, и такая аура, конечно, его замедляет в процесс его восстановления, то есть, его психика, она просто не готова, она не видит результата, не верит в него и гораздо медленнее к нему приходит. Вот, и опять-таки, если, возможно, нашим слушателям будет интересно, что в рамках традиционной китайской медицины эмоции играют огромную роль и, оказывается, влияют на функцию наших систем. Ну, наверняка, вы уже из практики знаете, что люди агрессивные, раздражительные, желчные, как называют их, то есть, эти эмоции, они влияют на печень, то есть, испытывая часто эти эмоции, раздражение, агрессии, будет застой в желчной системе и, как правило, эта система будет давать той или иной сбой. Если, наоборот, эти эмоции, человек с положительно проявленными эмоциями, он будет решительным, в данном случае печень будет работать эффективно, защищать человека, помогать им. Сердце, эмоция радости, ну, то есть, либо она есть, либо нет. Почки, эмоция страха, то есть, тревожная фобия, с очень много панических атак у людей, как правило, почки, комплекс почек-надпочечник очень уязвим, слабо. Понятно. Ольга Сергеевна, согласна с Сергеем и Казачевым или что-то добавить. Я абсолютно согласна, но вот я ещё хотела по поводу этих вот жизнерадостных людей сказать. Только недолго. Буквально две секунды. Вот вы знаете, бывает, что на людях они жизнерадостные, готовы всем всё отдать, а приходят домой и начинают, например, в депрессию впадать в себя, уничтожать. Поэтому я хочу пожелать всем не просто здоровья, но психического, психологического здоровья и быть жизнерадостным, весёлым не только на людям, но и по отношению к самому, к себе. То есть в первую очередь, наверное, надо было с чего нам начать, это полюбить себя. Ну, наша передача подходит к концу. Напомню, что сегодня мы беседовали с врачами, врач-эндокринолог, кандидат в медицинских наук, Ольга Сергеевна Елсукова и врач-невролог и галориофексотерапевт, реабилитолог медицинского центра Савермет Сергей Николаевич Шипицын. Подведём итоги. Иметь здоровье можно, его наличие зависит во многом не от врачей, а от нас самих. Врачи оказывают нам помощь, как правило, только тогда, когда здоровье уже нарушено. Для того, чтобы быть здоровым, прежде всего, мы должны укреплять свой иммунитет и повышать свою адаптацию к окружающей нас среде, увеличивать жизненные силы организма. А врачи, если это потребуется, всегда придут нам на помощь и сделают всё от них зависящее. На этом наша программа закончена. Желаю всем здоровья и до новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Ума-палата.